Сегодня пандемия оттеснила на второй и третий планы все, казавшиеся до сих пор столь острыми, проблемы большой геополитики. Почти никто не говорит о конфликте между США и Ираном. Разве лишь в контексте призывов к администрации Трампа снять санкции с этой страны, чего США, конечно же, не сделают. Практически забыты еще совсем недавно находившиеся в центре внимания проблемы северокорейского ядерного оружия. На днях Евросоюз принял дежурное заявление по Украине, но на самом деле Западу, конечно же, не до Украины. Ничего не слышно и о саммите нормандской четверки, намечавшейся на апрель месяц. Даже в Ливии страх перед коронавирусом сделал то, чего никак не могли добиться политики и дипломаты. В целях борьбы с эпидемией там объявлено перемирие. Сегодня весь мир сражается лишь с одним и не мнимым, а реальным врагом, уносящим ежедневно сотни и тысячи жизней. В России пока, во всяком случае, по сравнению со многими другими странами, ситуация, благодаря принимаемым мерам, не столь драматична. И тем не менее, к концу этой недели число выявленных случаев превысило 1200 человек. И это, безусловно, повод для самых серьезных решений и действий. Этим и занималось на минувшей неделе руководство страны. Рассказывает Александр Петров. На этой неделе Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вице-премьером Татьяной Голиковой посетил больницу в Коммунарке. Подобное решение стало неожиданностью не только для журналистов, но и для ближайшего окружения президента. В клинике глава государства сменил деловой костюм на спортивный с логотипом школы «Самбо-70», после чего пообщался с главврачом Денисом Проценко. Ну а таким Путина еще никто не видел. В желтом защитном костюме президент прошел в инфекционное отделение. Здесь в разных палатах находятся как зараженные, так и те, кто попал сюда с подозрением на коронавирус. Более 400 человек. С некоторыми из них глава государства пообщался. Также он осмотрел реанимацию, где пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Поездка Путина в больницу произвела впечатление на многих за рубежом. Так, московский корреспондент турецкого интернет-издания Фаут Сафаров не может скрыть восхищение поступком российского президента. В статье «Путин не просто говорит, Путин навещает пациентов с коронавирусом», он пишет. Если я не ошибаюсь, лидеры стран, как правило, делают заявления из своих президентских дворцов и пытаются успокоить население. Но шаг президента России 24 марта поразил всю мировую общественность. Владимир Путин бывший разведчик, и он обладает достаточными знаниями о том, насколько опасны вирусы. Тем не менее, Путин, несмотря на все это, посетил больницу и поднял боевой дух своего народа и своей страны. Осмотрев медицинский комплекс, Владимир Путин высоко оценил работу больницы и поблагодарил персонал. Как рассказал главврач Денис Проценко, в России возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом. С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счету два сценария. Скажем так, азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий, когда это нарастает. Мне как врачу, как не только главного врача, анестезиолога и аниматолога, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий. Если вдруг вот этот будет всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла. Видимо не случайно, что уже на следующий день после посещения больницы Владимир Путин обратился к нации. Граждане и гражданки Российской Федерации, я, как президент, который просрал эпидемию коронавируса в России, я был вынужден облачиться в спецкостюм японского производства, ибо нашего производства спецкостюмов для таких случаев нет. Я не вожу режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайного положения по всей территории страны, но это делает за меня Собянин и Мишустин, а их губернаторы почему-то слушают. И я, как президент, вынужден вас запереть дома на карантин, притащив гулаг и домашний арест в ваш дом. Так что сидите дома, а иначе вас как в грозном забьют палками на улицах. Вот с таким бы обращением должен был обратиться президент. Теперь же вы все заперты дома. Так что начинаем программу постскриптум или же послесловие. После всех событий, как этой недели, так и прошлой. ЕГЭ на карантине, а ВНКО на службе. Появилась еще одна проблема, которая так или иначе связана с коронавирусом. Родители и школьники в панике. Никто не знает, что будет с выпускными и вступительными экзаменами. Все дело в том, что до экзаменов осталось два месяца. Но как выпускники школы будут сдавать, совершенно неясно. Так же неясно. И как будут принимать школьников вуза? Возможно, вполне вероятно, без получения дипломов даже. Ведь сейчас помимо спортивного и театрального сезона закрыт и учебный год на карантин. Все сидят дома и ждут чего-то совершенно непонятного и неясного. А Министерство просвещения и Министерство образования даже не могут ответить на вопрос, а что же будет с ЕГЭ, если карантин затянется не на неделю и не на месяц, а на 2-3 месяца и так далее. Так что пришедший к нам коронавирус из Китая стал настоящим экзаменом для школ по кризисному планированию. Я напомню, что школы сидят на дистанционном обучении до 12 апреля включительно, до Дня космонавтики. Все решения отложены до этого срока включительно. А что же дальше? Не знаю, даже целых два федеральных министерства и министра. Но ясное дело, что родители в стрессе в этот момент. Ясно только одно, что после Дня космонавтики коронавирус явно не истернется по себе, а карантин вполне могут продлить до конца учебного года включительно. И никакого плана Б у Министерства на этот счет не предусмотрено. Остается только надеяться и верить на ослабление эпидемии коронавируса к началу лета 2020 года в связи с теплом на улицах, которое уже сейчас ощущается. Татьяна Алексеевна Голикова, как всегда, покрасовалась с заявлением, что никаких изменений в сроках и форматах сдачи ЕГЭ нет и не может быть. Переносится лишь только на срочная сдача ЕГЭ с 25 мая на 9 июня. Но логично, как раз, что если срок сдачи единого госэкзамена досрочного переносится, то самобязательные ЕГЭ тоже могут перенести. Ну, например, до июля вместо июня, так как в августе уже должны состояться первые волны приемов в ВУЗы. Ну, первые и последние. С тем, чтобы канат ВУЗов понимал, а сколько у них будет студентов в учебном году 2020-2021. Переносы экзаменов на июль и август – это самое очевидное решение. Но тут могут возникать несколько проблем. Первое. Что же получается? Экзамены будут в самый пик летней жары, когда детишки будут падать в обморок? Это первый момент. Вторая проблема – это отпуск у учителей. Дело в том, что учителя в июле как раз принимают и организуют ЕГЭ. А в августе они вместе уже с директором латают школу, подлатывают ее к новому учебному году. И таким образом у учителей только июль полноценный отдых. А тут – перенос экзаменов. И что же? Отпусков у учителей выходит, что не будет? Сейчас же, хоть и карантин, но учителя не сидят по домам. Они вынуждены находиться в школах и через ноутбуки давать задания детям. Получается, что заслуженного отдыха не будет. В Госдуме предложили сдавать ЕГЭ дистанционно. Но опять-таки, а если система, которая принимает дистанционно экзамен, зависит? А если интернет зависит? А если вообще у родителей нет ни ноутбуков, ни современных телефонов? Как же тогда их детям сдавать единый государственный экзамен? Но самое главное то, что можно уже с другого ноутбука на ЕГЭ дистанционному открыто списать. И тогда смысл в едином государственном экзамене будет утерян. Следующая проблема переноса экзаменов, ну и в целом российского образования – это ВПР. Всероссийская поверит, что ей работа. ЕГЭ для четырех классиков. Вот это вот бесконечное желание оттестировать, протестировать всего и вся рождает новые проблемы. По сути, ВПР пишут, новая газета никому не нужны, только проверяющим органам. Но ВПР всерьез усложняет жизнь школьника и учителя в классе и в начале и конце учебного года. И вот как раз сейчас особенно, когда нужна особенно поддержка страны профильных министров и ведомств, учителям она не оказывается. Но куда там? Сроки ВПР просто сдвигаются до 25 мая. Получается, что учителей будет двойная, а то и тройная нагрузка в связи с коронавирусом. Тут еще же Министерство просвещения хотело вести эксперимент распространения ВПР на все классы, кроме 9 и 11. То есть это когда учителя будут решать, проходите или нет ученику в следующий класс, а государственные органы через государственный экзамен. Но тем не менее, он будет не такой важный, как ЕГЭ. Что же с этим делать? Вопрос. Однако самая задница будет в этом году гореть у олимпиадников. Финал Всероссийской Олимпиады в лучшем случае будет совпадать с экзаменами, с едиными тем самыми. Так что Олимпиада будет проходить в нервной и тяжелой обстановке в связи с обострением пандемии коронавируса. Ну и карантином, который сейчас ввели в школы. Олимпиада, которая по сути не нужна студентам и школьникам и их родителям. И мы имеем то, что имеем, непонятно когда проводим ЕГЭ. Плюс неясность получения дипломов. Плюс неясность с уступительными экзаменами вузов. И знаете что? Волна. Какой ответ этого уравнения? Несмотря на коронавирус и карантин, всех будут загребать в армию. Да, в армию России. Неважно шлялся ли ты по торговому центру в период кризиса, нарушал ли там карантин. Все. Если каким-то образом, когда карантин еще, наверное, будет действовать, ты не сдашь экзамен, не получишь диплом, то карантин не карантин. Все. Тебя в армию для... Чтобы... Я пишу программу. Не стучите. Еще не закрыли... Нет. Получил ли ты двойку в следствии стресса от карантина или от заражения какой-нибудь вирусной инфекцией? Нет. Неважно. Военкомат объявил, что никаких поблажек из-за коронавируса, из-за переноса экзаменов и вступления в вузы нет и быть не может. Так что все пойдут в войска. То есть все те, кто сейчас 9-й и 11-й класс будут сдавать ЕГЭ, то они все пойдут в войска. Да. Со школьной скамьи. И неважно, ты там сдавал ЕГЭ на 5 или нет. Нет. Будешь... Или там зачислен в вуз или нет. Нет. Все. Будешь, значит, в ванной. Потому что сроки ЕГЭ сдвинуты, сроки приема в вуз сдвинуты, а зачисление военкомата никто сдвигать не собирается. Он как будет планово проходить весной-осенью, так и останется. И неважно на карантин. Так что даже отличники пойдут в войска. Вот что коронавирус сделал с теми, кому сейчас 17 лет на большом каретном. Эх, вспоминая Высоцкого, конечно же. Самое безопасное сейчас побыть дома. Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочий. Для как раз пира во время чумы. Вот не думаю я, что мы живем в то самое пушкинское время, но похоже, да, живем в это самое пушкинское время. Напомню, что президент России Владимир Путин в сфере 25 марта выступил с специальным заявлением об ситуации с коронавирусом, где четко и ясно признал, что несмотря на все усилия российским властям, не удалось заблокировать распространение коронавируса на всю территорию России. Чтобы побороть болезнь, в следующей неделе, которая уже прошла, с 28 марта по 5 апреля в России объявила нерабочий с сохранением всех заработных плат. И честно говоря, народ, даже либералы и патриоты сажились на мнение до обращения президента, что речь пойдет об введении режима чрезвычайной ситуации комендантской части на всей территории России. А также вот войск химзащиты в крупные города России. Но этого не случилось, удивительно. Но пока что президент довольно мягко действует, что в принципе не мешает Собянину и Миршустину действовать жестче. Но мы к этому еще вернемся. Мы привыкли, что Путин то на самолете истребители всем даст люли, то в подводные лодки запустят какую-нибудь торпеду в сторону какой-нибудь натовской Норвегии. Очевидно, стареет наш президент. Не может действовать жестко. Ну или не хотят. Ну или по логике Кремля жестко должны действовать другие люди, чтобы на них был негатив, а президент как бы выступал таким пряником, смягчителем ситуации. Хотя введение более жестких мер, которые я перечислил, президент не исключил. Так что пока тупоголовые, зомбированные телевизором россияне могут вздохнуть спокойно. И выйти на улицу, извините, писал до недавних новостей. Погулять, кроме московских бабушек и дедушек, которых запер Собянин в своих квартирах у себя в Москве. Это как бы впечатление о выступлении президента. Да, еще заметить, что он делает ображение, сидя, ну прям как Леонид Ильич. И его пузо, ну прям выпирает из-за стола. И если это не клон, то вопреки заявлениям Пескова, можно сделать вывод, что сейчас Путин явно в не совсем спортивной форме. Ну а теперь к деталям заявлений. Что Путин предложил? Ну во-первых, перенести голосование по поправкам в Конституцию на неопределенный срок. Однако закон о поправках уже есть. Его осталось только подписать и ввести в дело Путин. И так как он меняет статьи Конституции, которые можно менять без всяких там референдумов, то я боюсь поправки будут приняты без какого-либо вообще голосования народа. Хотя сначала Путин обещал референдум, затем переделали референдум, все какое-то мнимое голосование по поправкам. А сейчас и вовсе плебесцит народа отменили. И все из-за коронавируса. И все якобы из распространения инфекции. Ну да, да, конечно. Но тут интересно другое. Видите, как судьба не дала провести голосование о день рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. Так что можно сказать то, что я уверовал в коммунизм. Уже ненадолго, правда. Но тем не менее, да, вот судьба не дала Владимиру Путину провести поправки в день рождения Владимира Ильича. Ну и дальше Путин предложил следующие меры. Нерабочая неделя, продление всех пособий и льгот. Хотя еще раз, Собянин льготы отменил пансионерам на фоне коронавируса выплатить ветеранам ВОВ единовременные выплаты к 75-летию Победы. Да, есть ветераны, к счастью еще, но большинство из них, как ни печально, выплаты уже дождутся в гробах. И это не связано с коронавирусом. Это естественное течение жизни. Ведь сейчас ветераны войны за 90 лет, и вот они сейчас дождались выплат. Семьям перечислите материнский капитал в размере 5000 рублей. Но вы понимаете, семьям 5000 рублей при условии жесткой экономии хватит на 5 дней. И то, если семья не находится в Москве. Установить норму выплаты в размере мрот всем больным. Каждому по конфете сказал наш царь. И ему народ сказал, ой, спасибо, царь. Увеличение пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Это действительно хорошо. Но многие зарплаты именно сейчас 12 тысяч рублей. То есть они соответствуют пособиям по безработице. Ну и зачем тогда работодатель? Ой, ну да, целая... Ну и зачем тогда работать? А, ну да, целая же неделя есть выходных. Как же? Установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Это тоже вроде бы хорошо. Но все равно придется отдавать эти самые кредиты. Я не призываю банкам прощать долги. Ну просто хотя бы вы имеете совесть снизить ставку до 4-5 максимум процентов. Это бы серьезно облегчило кризисную ситуацию и дало бы подспорить гражданам. Но нет. Теперь тут то же самое и с налогами. Вроде бы Путин дал отсрочку по ним. Но НДС-то и обязан заплатить. И плюс новый налог на вложение россиян в ценные бумаги. В то время как в Америке, во Франции вообще все налоги отменили на время карантина. У нас ввели новый народ. Карантинно-санаторный. И еще Путин мог бы выдать компенсацию компаниям за нерабочую неделю. Но он не стал этого делать. И теперь бизнесы ждут, российские бизнесы ждут неминуемого разорения с увольнением тысячу людей с выборской их на улицу. По которой запрещено им ходить. Деньги вкладчиков под видом налога заберут. И они раздадут прикормленным олигархам. Вот вся суть путинского обращения гражданам на фоне страшного и опасного коронавируса. Контрольная забота. Прямо выстрел в голову. Что у нас там? Сейчас я еще посмотрю. Контрольная забота. Выстрел в голову. Самарцы обсуждали, сообщают о плохой организации карантина в регионе. На правах, что называется, модератор дискуссии позволит заикнуться об моем родном регионе, в котором я живу. Итак, все больше прибывших из-за границы тех, кто улетает к себе в регион, последними неотмененными рейсами, жалуются на формальный подход местных властей и лично губернатора Дмитрия Азанова к контролю над, вообще-то, обязательной процедурой прохождения двухнедельной изоляции. По словам самарцев, которые любят путешествовать за рубеж до специалистов и сотрудников Роспотребнадзора губернии, тяжело дозвониться. Жители Савары и ее эксперты уверили, что Саварская область не готова минимизировать риски в случае распространения коронавирусной инфекции в регионе. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Бывший телеведущий местного эфира Олег Моргонов у себя в Фейсбуке сообщил, что он в воскресенье 22 марта вместе со своей семьей прилетел из Турции. В самолете ему объявили, что пусть позвонит на горячую линию Минздрава и сообщит о себе. И все. То есть хочешь сообщай, а хочешь куляй смело. И разноси коронавирус по Саваре. Никаких басок в элопорту никто не надевал и не раздавал. И уж тем более не брал анализ на этот самый злосчастый коронавирус. Однако Моргунов еще не забыл, что такое профессия журмалист. И интереса ради он позвонил на эту самую горячую линию Минздрава. На том конце провода молодой и явно некомпетентный человек в области вирусологии записал его контактные данные. И пообещал передать всю информацию в поликлинику, где стоит на учете Олег Моргунов. Олег спасил сотрудников Роспотребнадзора, брать ли ему по личной. И вообще, что ему с семьей и своей делать. И тут произошло неожиданное. Молодой сотрудник Самарского Роспотребнадзора после вопроса, что делать с семьей Олега Моргунова, повесил трубку, сказал, что завтра мы вам, гражданин, позволим и сообщим, что наконец делать. Сутки спустя. Плюс к этому, еще раз, Олега никто не обязывал звонить в Роспотребнадзор и сообщать о себе. То есть, целые сутки Олег мог бы спокойно разносить заразу по всей территории губернии Самары. Города миллионника. И никто бы его не остановил. Но дальше самое интересное происходит. Проходят сутки, и ему никто не позвонил. И не сообщил, что делать. Уходить ли Олегу Моргунову над карантин. Или нет. Да и на какой. Всей семьей, одним домовой карантин. Или же все-таки ему ехать в больничку, в поликлинику. Никто Олегу ничего не сообщил. А он вернулся из Турции, где уже сейчас по 500 зараженных коронавирусом в сутки. То есть, служба Роспотребнадзора абсолютно натихала на потенциального разносчика смертельной инфекции. Другая история с другим учителем области. Некто Алексей Жерухин вернулся в Самару из Техии через всю ту же Турцию. Решил сам, как ответственный человек, узнать порядок действий в условиях распространения вируса в губернии. Прилетел в Самару утром. А горячая линия Минздрава, оказывается, стала работать только по вечерам. И смех, и вирус. Одним словом, перефразирую поговорку. И тут оказывается, что ни в Роспотребнадзоре, ни в Министерстве здравоохранения области нет элементарного порядка. Оказывается, под коронавирусом работают сразу две горячих линии почему-то в области. И пойди разбери, кто за что отвечает. И если поначалу сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора говорили, обратившимся на горячую линию самарцев, мол, сидите дома, не рыпайтесь, то некая Екатерина после возвращения ее из Амстердама, из Голландии, где сейчас уничтожают гордость голландской нации, цветочные рынки из-за угрозы распространения коронавируса вообще сказали, что на нее самоизоляция не распространяется. Екатерина, ну, пошла в поликлинику и сказала, что здравствуйте, у меня может быть коронавирус. А я ответил, ну так пусть, когда будут симптомы, тогда я обращаюсь, и все, иди гуляй. А симптомы могут приниматься через две, через три недели, когда коронавирус уже всех заразит в губернии. Местный распоряднадзор молчит, а самарцы уже в панике. Никто их не проверяет на предмет самоизоляции. Но, конечно, надо беречь, как говорится, здоровье собакских участковых, которые явно не говорят с желанием ходить по домам и выяснять, кто сидит на карантине, а кто нет. Просто если они будут это делать, ходить, то могут быть заражены и инфицированы. А тем временем коронавирус уже распространился внутренними рейсами, и не только забугорными. Уже инфицированный подросток из Ульяновской области прилетел в Самарский аэропорт Курумыч еще раз внутренним рейсом из Москвы. Спокойствие в Самаре сохраняет только скандально известный депутат областной думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, в котором заявил, что жесткие меры в Самаре надо было еще принимать зимой, в феврале. А так, некоторые в результате того, что жесткие меры не были приняты в феврале, некоторые депутаты областной думы не стали сидеть на карантине и вернулись из-за рубежа, в частности из Китая, не так давно, и стали распространять коронавирус по всей губернии. Так что областная дума Самарской области и ее члены вполне могут быть заразны. Ну и как, нехило, да? Навально все? Нет. И вот об этом молчит губернатор Самары Дмитрий Азаров. Этот газовый князек, этот склизкий человек, да и вообще по его лишению... Самару в прошлом году, летом прошлого года, наводнили толпа китайцев на игры добрые воды, которые были в Самаре прошлым летом. И никто их не проверял на вирус. Ну, тогда и эпидемии не было, понятно. Но кто же узнал? Ну, тем не менее. Вот Азаров прислал китайцев прошлым летом, и вот они, значит, заразили. Что получается так. РЖД отменяет... И как я уже говорил, коронавирус проник на внутренние рейсы уже в стране. Правда, мы уделяли внимание аэрофлоту и авиосообщению. А вот теперь и РЖД подбегает ряд поездов по всей России. Речь идет про поезда Москва-Санкт-Петербург, Челябинск-Омск, Пензо-Ряжск, Самара-Казань, Екатеринбург-Ижевск, Екатеринбург-Казань, Иркутс-Байкальск, Киров-Нижний-Новгород, Дмитриевград-Ульяновск, Ульяновск-Москва, Уфа-Приборье, Тула-Москва, Москва-Калуга. Полностью отменяют поезда, такие как Рыпинск, Тамбов, Смоленск, Мурманск, Белгород и Саратов. Короче, встает движение поездов по всей территории России. И не только забугорные экспрессы, но и рейсы внутреннего пользования. Ну ладно, хоть РЖД обещает вернуть деньги за билеты. По сути, такая мера – это приговор для всей железнодорожной отрасли России. Но нарушается элементарное транспортное сообщение между городами. И хорошо, если вы живете где-нибудь в центре или при Оржи. А если в суровом Мурманске и не живете, а находитесь на вахте, то как вам быть? РЖД, говорит, по сути, замерзнуть во льдах севера России. И все из-за коронавируса. Понятно, какие экономические последствия будут для РЖД. То есть люди будут на полном серьезе и в массовом порядке строить элементарные резины для тех, кому надо будет выбраться из города. Тут, похоже, эта мера у РЖД не совсем понятна. Но ясно, что злосчастный COVID-19 уже проник в вагоны РЖД, раз они приостанавливают движение поездов. Непонятно другое. А электрички-то никто не отменял. Пока еще они ходят. То есть электрички можно разносить вирус? А на поездах нет. Нельзя уже. Где логика у РЖД, не ясно. Зато стало меньше поездов. Но больше не разберите. Люди все равно найдут способы проникнуть в другие города. Например, вся та же электро- или велодрезина, на которых разъезжал блогер МШ по всей территории России. Еще до всяких вирусов. Абсолютно глупое распоряжение РЖД. Но в РЖД с пеной у рта доказывают, что это отмена поездов, необходимая мера по борьбе с коронавирусом. Но как же люди будут запрашивать в товарные вагоны и, например, ехать в Петербург? Люди будут запрыгивать в товарные вагоны и ехать в Петербург, как все тот же блогер МШ. Потому что товарные вагоны-то никто их движение не отменял. Но будут вынуждены вот так вот. Как же делал МШ. Это видео, кстати говоря, заблокировали. За то, что там МШ показывал, как ехать бесплатно. Не то, чтобы в поездах, а в вагонах и РЖД. Без которого, точно без его мото-дрезины, уже мото-велодрезины, уже никуда. Рано или поздно вирус спадет на нет. И тогда люди, соскучившись по стуку колес и виду елей за окном, поедут куда-нибудь, и тогда будут лютые давки в вагонах метро. И об этом в РЖД. Ой, и в вагонах метро тоже. Об этом и РЖД не думают. А просто понапихают людей, как селедку в бочке. И все. Есть и другой феномен, не связанный с компанией РЖД, но связанный с отменом поездов. Это, по сути, разделение страны. Вся Россия, всю Россию связывают цепь железнодорожных путей, по которым курсируют поезда. Более сильные субъекты, такие, например, как Чечня, Башкирия, могут справиться без железнодорожного сообщения. Но такие слабые, как Чувашия, Мордовия, нет. Феномен внутренних перевозок, который сейчас отменяет РЖД из-за коронавируса, был как раз в том, что все эти удельные княжества соединяются в одну целую и неделимую страну. По сути, ту самую единую Россию. Только без журликов и воров в гостубе. А теперь этого всего не будет на какое-то время. Вернемся к РЖД. Она отменила не все поезда. И вот как раз на тех самых последних, в кавычках, поездах, вагонах на восток, эти самые вагоны переполнены. Тут я вновь отдаю дань уважения Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Вот что он сказал, что скоро в России пойдет последний поезд на восток. И я думал, к чему бы это. А сейчас вижу, что все поезда РЖД отменяются. И остается тот самый последний поезд на восток, поезд Москва-Владивосток, который еще власти не отменили, ввиду его стратегического назначения для страны. Есть у нас карта зараженных коронавирусом, из которой мы видим, вот эта самая карта, что распространение коронавирусной инфекции почти, я сказал почти, не совсем, почти совпадает с транссибирской магистралью. Вот, 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 да. А бам, бам, вот бам, здесь бам, вот тут бам. Он остается менее зараженный путь. Там более безопасно. Так что рельсы шпалы едет поезд наш запоздалый, зараженный коронавирусом, друзья. А ее уже никуда не едет, по факту. Такое вот творится в РЖД. Ну а тем временем в Москву стягиваются войска. И вот полноценная сенсация. В Москву стягивают войска. Пользователи интернета опубликовали видеоролики, снятые на ведущих в Москву шоссе. На них видно лица солдат в автобусах и бесконечная, бесконечная, бесконечная колонна бронетельники. Дело в том, что вооруженные силы России по поручению Владимира Путина приступили к проверке на готовность по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проверки будут организованы на специальных полигонах. Мероприятия одновременно начались в частях западного и центрального округов. В ВКС России, РВСН, РХБЗ, в инженерных войсках. В общем, всех подняли патриоги и приказали двигаться в сторону Москвы. Да, на специальные полигоны, но именно от этих специальных полигонов в час Ч, в день Д, войска войдут в столицу и закроют Москву на полный тотальный карантин. Так что, москвичи, все те, кто не уехал на эти длинные выходные на свои дачи, уезжайте побыстрее, вас скоро будут отслеживать и расстреливать на улицах городов прямо с батальеров. Как в фильме «Эпидемия», «Атенты», десятки танков, вереницы бронетранспортеров, движутся к Москве, гребет тотальная зачистка, дезинсекция зараженных коронавирусом москвичей. Зато пропагандисты из Москвы-24 пишут, что, мол, все нормально, москвичи, не волнуйтесь, все идет по плану, но бронетестка, да, все под контролем. Тем временем число заразившихся в Москве превысило одну тысячу человек. Власти, имущие Путин, Мишустины и Володины, опасаются всерьез за свою шоку и жизнь. Вот и вводят войска в столицу поэтапно, постепенно. Помните, до 1986 года власти говорили, всего-то надо ехать до 3 дня из Припяти. Оказалось, что уехали из Припяти-то люди на всю жизнь. Потом ситуация с войсками мне напомнила 1994 год, не 1993 в Москве, а 1994 в Моздуке, когда войска там стояли, а потом рванули в центр Грозного, и мало никому не показалось. Добавляют, что власть держит обычных москвичей за чеченских террористов, и готовы бросить войска на борьбу с теми, кто осмеливается, как и я, в эти непростые дни выходить на улицы. Перефразирует Чернышевского, опять перефразирует Чернышевского, там у него было «спасите наши души», а тут «спасите наши виллы от заложенных москвичей, только росгвардейцы», и росгвардейцы отвечают «Есть». Все готовы для введения войск в столицу официально на Парад Победы 9 мая, но до него еще месяц, и что-то мне подсказывает, что войска войдут раньше, чем будет День Победы, и когда они войдут, они не выйдут из Москвы, а будут там на улицах Мегаполиса, пока не забудут вакцину от коронавируса. Некоторые либеральные водители решили тормознуть колонну и спасить у солдат. Но когда вы войдете в город? И они ответили, что через неделю, уже через неделю войдут войска в столицу. «На окрестности моего родного города Самары также скопилась бравитехника, и это все неспроста». «Самара не относится ни к центральному, ни к западному округу. Но в моем городе уже подвели войска по тревоге, и они уже выдвинулись на окраины юга и запада Самары». Тоже сказали, что якобы учения, но все понимают, что такие учения, так сказать, перед войной. Вот так вот. Причем пользователям интернета стало известно, что колонну бронетехники возглавит некий бронетранспортер с кавказскими номерами. То есть, как всегда, натравливают кавказцев на москвичей, ибо коренной москвич Росгладинск никогда не пойдет против жителей своего города, точнее, не оставит их умирать. А тут кавказцы с оружием в руках, до неправильной техники готовы войти в Москву и устроить джихад с коронавирусом. И все это было бы забавно, если бы не было так страшно. Ведь по путинской картине мира с инфекцией могут бороться не врачи, а только лишь военные. Вполне возможно, что стягивают войска для сдерживания мирного населения, которое будет прорываться через кордоны и зараженные вирусом Москвы. Как говорит мой батя, уходить лесами. При этом, при всем, вот эти самые войска Министерства обороны и Росгвардии двигаются к Москве без медицинских масок. Так что это все похоже не на меры борьбы с инфекцией, а на меры борьбы с людьми в столице. Выход только один. Да оставайте, москвичи, из гаражей скафу в свои базухи и оружие и вперед при поколении бронетехники мирно излечиться от коронавируса без войны, очевидно, уже не удастся. В бой, москвичи, в бой. Я верю вас. В бой с этой самой инфекцией из Росгвардии. В бой. Значит, так. И вот, действительно. И вот приходит новость в подтверждении предыдущей новости, что стягивание бронетехники это никакой там не фейк. Это все подтверждает... Ой, я тоже заразился, походу, делаю. Так вот. И вот приходит новость, которая подтверждает... Я думаю, что это никакой не фейк. Войска Росгвардии действительно стремятся к столицу. И уж я на нее научение. Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции. В этой новости мне интересно, что... чтобы не вызывать дополнительного раздражения у Графшин, Собянин и власти Москвы, не называют это все карантин, режим чрезвычайной ситуации, комендантский час. Но, по сути, это и есть режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Хотя официально называется по-другому. Режим полной самоизоляции. Я буду называть это все-таки с вашей подачи режим ЧАЭС. Но, де-факто, это режим ЧАЭС. Итак, что нужно знать москвичу, и что распространяется на другие регионы по решению Мишустина. Во-первых, вводится запрет на передвижение по городу для всех граждан, вне зависимости от возраста. В ближайшее время в Москве ведут спецпропуска. И если ты посмел выйти на улицу без спецпропуска, то будь готов, москвич, к дубинкам Росгвардии, даже если ты патриот и все же голосовал за Путина. Впрочем, конечно, как всегда, можно будет откупиться. За пять тысяч рублей. То есть, просто чтобы выйти на улицу, ты должен заплатить менту пять тысяч рублей. Да? Вот эти самые... По этим нормам. Однако, город пока не закрывает. Можно спокойно въехать и выехать из города. Нельзя москвичам подкалить друг другу на расстоянии менее двух метров. Так что, если вдруг разговорницы увидят целевующее парочку, то тут же дубинкой по башке молодому человеку, а барышню, повезут в неизвестное направление. Так же, то же самое и в Подмосковье. Регионы лежат самой изоляции для всех. И все из-за того, что Россия заболела коронавирусом 2000 человек. Москвичей изолировали как животных. Вас препарировали. Ну, и в других регионах тоже. И все это, конечно, полная глупость властей Москвы, других властей, субъектов Российской Федерации и городов. От коронавируса это все равно не спасет. Спасло бы тотально поголовную вакцинацию. Причем бесплатно, это самое главное. Но ее нет. И, кстати говоря, обратите внимание, что режим ЧАЭС в Москве и Подмосковье вели без согласия Путина. Так что все эти меры это игра силовиков, желающих получить контроль над столицей. Режим ЧАЭС это переход власти в Москве от Собянина к Росгвардии и МВД. В этой связи мне жаль бабушек, которые отстраивали страну, отстраивали Москву после войны. Которых государство четыре раза кинуло с денежной реформы еще начиная с 60-х, 70-х годов. И вот теперь им вообще запрещают гулять на улицах. А дальше их из собственных квартир попрут куда-нибудь в самоизоляционной профилактории. Рано или поздно людям надоест сидеть дома, даже несмотря на опасный смертоносный вирус, который гуляет по России и по столице. И они, или те люди, которым надоест дома сидеть, они устроили такую веселку с Росгвардией и МВД, что 93-й год в столице покажется ерундой. Раз что-то пошло, надо не изолировать людей, а принимать. Но, а львоводу Собянину, это это все, ему это все не вдомек. И он вводит жесткие меры, и уже я видел, по улицам подмосковных городов едет машина Росгвардией и в мультикальник, в громкоговорителе орет, «Граждане, сидите по домам, сидите по домам!» Когда-нибудь это рано или поздно гражданам надоест. И тогда будет веселуха. Так, что у нас еще дальше? Ааа, 50. И вот, наконец, новость, не связанная с коронавирусом. Но связанная с тем, в каком же Сапке мы сейчас живем, который никуда не пропал после 93-го года, по крайней мере, в умах людей. И так в России образуем новый президиум. Президиум правительства? Ох, я так и представляю очередную новость. ТАСС в 2020 году, что важно, которая будет идти с пометкой «От Центрального комитета и президиума правительства». Ну, короче, как раньше, в 70-х годах, только в 80-х годах президиум был у Верховного Совета, а сейчас это правительство. Но, по иронии судьбы, в общем, в том же здании. Здании Белого дома в Москве. Которое дало много чего. И так, кто же стал приближенным, приблотненным Шусимом, кто вошел в привилегированный президиум правительства? Это вице-премьера Белоусов Григоренко, замместителей председателя правительства, Абрам, Ченко, Борисов, Голикова, Хусь, Саулин, Чернышенко, Верчук и Труднев. Министр Зиничев МЧС, Колокольцев ММД, Котиков Минтруда, Лавров МИД, Мурашко Минздрав, Мантров Минпромтор, Решетников Минразэкономики и Шойгу Минобороны. Такое решение было принято 25 марта. А что же будут делать другие министры? Они... А неизвестно, что они будут делать. Их никто, по сути, слушать не будет. Только лишь приближенных Лешусина, которые ходят в президиум. Другие министры, которые и так просиживают страны, будут их просиживать вдвойне. Ведь от их мнения уже будет ничего не зависеть. И так уже от них ничего не зависело, так еще будет не зависеть. Все у нас нет и не было единого правительства. Некоторые министры подчинялись президенту, а не премьеру. Тут еще одно разделение получается на президиум и остальных. Вовсе таким образом у нас не единое Россия, не единое правительство, а разделенное, разнообщенное, по-квартирно-сидящее, самоизоляционное Россия. ТАСС нам напоминает, что, когда Патрин не раз был сформирован президентом правительства, он был сформирован в 2012 году, в эпоху премьерства Медведева, когда по четверкам Медведев проводил свое заседание с заместителями. Ну и там, по сути, они ничего не решали. И у Путина тоже в качестве премьера был свой президиум правительства, теперь он создан Мишустину. Одним словом, ничего нового и прорывного Мишустин этим решением не предложил. Все это еще старые советские методы управления, которые были крайне неэффективны в связи с новоиспеченным президиумом. На ум приходит строка из Басти Крылова, а вы, члены президиума нового, как не садитесь, в музыканты все и не годитесь. Надо не президиумы создавать, а новых людей в правительство включать, где при слове новый нет. Графы работа в администрации президента. То есть, действительно, надо включать новых людей и в президиум в целом, и в правительство, дабы обеспечить социальные лифты и карьерные росты. Для этого еще нужно и важно для того, чтобы правительство, как Путин, не забронзовело. И у нас не была, как сейчас есть, эпоха застоя. Ну, сейчас эпоха, как бы, в эпохе застоя выделен сектор эпоха эпидемии и коронавирусной инфекции. Вот, как бы, эпохи под эпоху выделены. Вот так бы я бы сказал. То есть, в эпохе выделены новая, по сути, графа, у нас есть еще целых пять минут, пять минут, а значит, пришло время нам читать заголовки новостей, которые приходят в этот момент, на момент записи передачи в эфир. Ну, Трамп рассказал о присланном России в США с самолетовым оборудованием. Ну, тут хорошо, что наши помогают, другое дело, какими-то оборудованиями. Тут, кстати говоря, я обновил, что все сериалы, которые сериалы, которые производят в Соединенных Штатах Америки, они приостановлены. Почему? Потому что не работают крупнейшие студии. Warner Brothers остановлены на карантин, 20-й Центр Фокс, Дисней и прочее. Так что приходится ждать новых выпусков сериала не один раз в неделю, моего любимого, о каком я вам не скажу, а неизвестно теперь когда. В Госдуме определили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Да, отменить надо налоги. Сейчас вообще в пазуте страны в чрезвычайной ситуации. Закон о введении режима ЧС правительством пришел первое чтение. Вот, вот, о чем я говорю. То есть режим ЧС из как бы решений, которые принимает президент, почему-то он отдает это решение правительству. Жители Москвы и Подмосковья освободили от оплаты за капремонт. Хорошо бы, но еще нужно сделать этот капремонт. И, ну, то дальше в Башкирии, в Чувашии, у меня, в Самаре. Вот, режим полный самоизоляции граждан. Ну, теперь на улицу не выйдешь без взятки ментам. вот такие вот новости, такие вот посткриптовые и даже допосткриптовые, которые приходят в это время. Ну, что еще сказать? Оставайтесь дома, не оставайтесь дома, ну, в общем, следите за ситуацией и подписывайтесь на канал. Пока-пока!